Входят вот в эту группу, они сделали буквально совсем недавно Gibbon Air с Bluetooth можно коммутировать, Gibbon 5, 6 и 10. Как правило идут купольные драйвера шелковые, в пятерках тут 3 четверти, а так вообще дюймовые, и соответственно вуфер в зависимости от цифры. Что ж, да? Колонки, да. Ну там вообще дискретка, но точно сказать я лично не смогу. Следующая серия Turbo, то есть чем отличается? Принципиально, конечно, дизайн, вот они такие шестигранные, специфические, по всем остальным вопросам отличия в основном в литраже. То есть Turbo, они по объемам больше, поэтому там меньше резонансов за счет того, что корпус более durable, так сказать, более плотный. И да, жесткость больше, поэтому меньше всяких, ну она и по цене, в общем-то достаточно выше. Здесь линейка шире, 4, 5, 6, 8 и сабвуфер. Да, там десятки, естественно, все сабвуферные. А вот это вот любопытная серия Silverback. То есть они такие достаточно объемные, ближне-среднего поля. И фишка их заключается в том, что в мониторах вуфер 15 дюймов и 3-дюймовый твиттер. Вот, достаточно любопытно это все, динамический диапазон, вы сами видите, от 40 до 40, и они достаточно мощные. То есть там по 500 ватт на драйвер. 3 дюйма, ну здоровой. Это отдельный твиттер. Зачем? Спереди, почему сзади? А он сбоку, ну вот, смотрите. Вот там вуфер. Это позоверкор. А позоверкор. Это он не похож на как взялся с нами. Это похоже на обычный динамик. Говорю по документации. Но вполне возможно. Дело в том, что, смотрите, на самом деле, техническая документация, у них очень так классно организован сайт, что там ничего нет. Но зато там очень классная вещь есть. Когда заходишь, выбираешь мониторы, тут тебе сразу картиночка, для каких задач, какие мониторы предназначены. А вот нюансы, они об этом не любят рассказывать. Для ремонтов по запросу, да. Но это буквально Сильвербек появился в конце прошлого года, поэтому еще сюда даже не заезжал. И поэтому сказать, что это такое. Можно будет, я думаю, тем, кому будет интересно, привезем пару. И можно будет приехать послушать. И новинка этого года тоже Бабуин. Бабуин 6-дюймовый. В чем его фишка? В том, что они залезли на более ленточных твиттеров. То есть это прямой конкурент к трем уже вам известным брендам. Адам Аудио, Ева Аудио, хетт. И вот это вот уже четвертый. хотя их, конечно, больше, потому что даже такие бюджетные производители пытаются делать ленточники, но, как показывает практика, не у всех это хорошо получается. Бабуины должны буквально скоро приехать, можно будет сделать такое мегатестирование всех четырех брендов, и мы хотим это сделать в шоуруме, просто чтобы понять, насколько эта технология адекватно используется, потому что, конечно, переплюнуть адом, ну, довольно проблематично. А в целом, конечно, перспективная серия, я так думаю, что они будут дополнять, в том числе, как вот в турбо-серии, другие варианты уферов и, соответственно, объем. Вот. И, в принципе, ну, это хорошая заявка, так сказать, на будущее. Вот. В принципе, могу еще что-то поставить, если есть пожарание, что-то еще послушать. Там из... Электронику. Давайте я вам поставлю из тестового диска Адамовского просто... ОЕМ-ные. То есть... Да. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Красноречивая или противоречивая? Хорошая, да? Ну вот супер. Значит, будет покупаться.